всем привет меня зовут эля и вы на моем канале сегодня у нас 4 января как вам наш вид с балкона по-моему неплохо и сегодня мы продолжаем более активный отдых смысле не сидим дома сегодня мы едем в чаны я впервые буду купаться в этих круглых ваннах как это будет костер будет под нами ли там просто какая-то горячая вода я не очень понимаю я представляю что это какая-то большая такая круглая ванна в которой сидит толпа народу и париться это должна быть горячая вода все как там быть с холодной водой куда там надо дальше прыгать снега нет как вы видите будет это какая-то река будет это какой-то холодный бассейн или просто душ ледяной я тоже не представляю но сейчас посмотрим все вам обязательно покажу как вы видите я без какого-либо макияжа потому что понимаю что там будет вода или как минимум там все будет распарено и все потечет или еще что-то будет с моим лицом поэтому ничего совершенно не наносила вот так и выгляжу без макияж если кто не знал не видел мы выехали уже сегодня мы на такси решили ехать приезжали смотрите сколько запасов дров я столько дров своей жизни ни разу не видела а а что же мы видим дальше смотрите смотрите какая красоте дениска сейчас спущусь смотрите раз два три и вот я уже здесь дениска говорит вода настолько холодная что она сразу же вот на поверхности замерзает ухты ухты а ледяная вода красоте и Первый раз. Второй раз? Да. Вернуть в потоке. Ох, ела. Офигеть, мамочка. Ой, я тоже славан. Эй, винофонит. У меня всё хорошо. Ребята, скажу вам так, в Чанах я впервые. Мы все здесь вроде как впервые, может кто-то когда-то был. Что там, Зайса, хорошо? Да. Ну и слава богу. Ну снимаем. Так вот, что входит в стоимость Чан, чай, мед. Кстати, очень вкусный, не такой, как у нас, он какой-то другой совершенно. Отдых у нас длится 2 часа. Сейчас скоро уже будет заканчиваться, поэтому я решила выйти к вам сказать. Вот этот шум, который вы слышите, это за соседней стенкой. Здесь, короче, очень плохая звукоизоляция. Мы очень слышим наших соседей, точно так же и они нас. Вот такая вот штука. Но, в принципе, это никак не влияет, потому что мы здесь всего 2 часа. Поэтому я сейчас пью чай. Потом, наверное, буду приводить себя немножко в порядок, потому как, ну, на улице зима. Здесь есть фен, он, конечно, очень слабенький, но хоть чем-то мы высушим голову. И будем потихоньку собираться уже домой. На сегодня наша программа, хочу сказать, закончена. Поедем домой, будем жарить шашлычок. Вон все говорят, что после чана вообще никуда не хочется, потому что очень размаривает. Ты весь такой, ой, напаренный, пропаренный. Кожа вообще супер. Вот в таком я состоянии выгляжу после баньки. Уже не дождусь, когда мы поедем домой. Всем доброе утро! Петухи кричат, слышите? Сегодня на календаре 5 января. У нас было на сегодня очень много планов. Завтра мы должны были уезжать. Всем привет! Я выгляжу примерно вот так вот. Кстати, точно так же. Как и когда мы ехали сюда. Я была в той же кофте волосатой, в шерсти. Тоже кучерявая такая, кудрявая. Короче, все точно так же. И к чему я это говорю? К тому, что сегодня у нас было много планов. Квадроциклы, рыбалка там на форель где-то. Также завтра утром мы должны были уезжать. Но так как спустился дождь, а на завтра обещают уже по всем прогнозам снега. А мы здесь на такой горе находимся. Я вам показывала. Тут пока спустишься, тут можно еще не спуститься, короче. Очень трудновато, плохо. И погода здесь как бы играет важную роль. Поэтому мы решили, что из-за дождя, из-за такой слишком сырой, мокрой погоды квадроциклы и рыбалка будут просто никакими. И мы решили не тянуть до завтрашнего дня, а уезжать сегодня. Как-то так все быстро, резко переменилась. Ну, блин, на квадриках я уже побывала. В Чане вчера поплавала. Поэтому, в принципе, так ничего не теряем. Ну, рыбалка была, конечно, интересная. Но погода просто такая мерзкая. Не знаю, надо срочно уезжать. И мы решили уезжать не вечером, потому что мы можем, в принципе, остаться здесь до вечера, а по светлу, потому что это для нас дороги все-таки неизвестные. Будем ехать опять в 5GPS. И чтобы хотя бы до Киева доехать вот до темноты, чтобы по светлу у нас была территория, которая для нас неизвестна. Так что, ребята, сейчас вы будете видеть картинки того, как же мы собираемся, перемещаемся, едем, уезжаем. Не знаю, как это будет. Все будет спонтанно, как и в прошлый раз. Но конец этого ролика будет таков, что я окажусь дома. Какая же классная штука, монтаж. Вы увидите мой дом буквально там через считанные минуты, а мне ехать туда сутки. И я хочу вот так по щелчку пальца тоже оказаться дома. Кстати, ребята, я же вам не показала наш номер. Вот как раз могу это сделать. Единственное, что здесь очень мало света, поэтому так темновато. Полотенечко нам дают. Кстати, мы их даже не использовали. Они новые чистые лежат. Мы брали свои. И шкаф вот такой вот небольшой. Окошко с видом на гору. Видите, там, видимо, канатная дорога была или есть. Но она сейчас не функционирует. Вы не видели. Батарейка теплая, горячая. Вот такая вот кровать. Розетка одна здесь, вторая здесь. Ребята знают там, где у них номера. У них в номере личный душ, туалет, там ванна, короче, такая маленькая. У них номера немножко побольше. У них там телевизор стоит. Ну, он, конечно, не нужен. Но просто, что по факту он есть. Короче, комната побольше и шкаф побольше. Ну, нам, в принципе, хватило. Мы вещи сюда складывали. Там чемоданы под низ. И все. А сейчас у нас идут сборы. Все бегают, метушатся, собираются. Смотрите. Все что-то делают. О, могу вам показать соседнюю комнату. Здесь просто две комнаты. Вот это вот. И следующая. Просто по две вот так вот кровати. Ага, шкафчики. Это я сама даже не смотрела, как у ребят. У ребят вот такой вот вид. Вот из окна. Ну, тоже неплохо, знаете. Так приехать очень большой компанией. Почему бы и нет. Сушилочка. Разные такие, знаете, мелочи комфорта. Много всяких разных штучек можно найти, если присмотреться. Много живых растений. Ну, и всеми полюбившийся балкон. Я всегда, блин, когда вам снимала или стояла фоткаться, вечно мне эти матрасы мешали. Теперь могу вам их просто вот показать. Смотрите. Ой, ну погодка, конечно, подпортила нам планы. Не знаю, видно вам или нет, но мне даже слышно, вот что идет дождь. По крышам стекает. Короче, надо срочно нам валить. Валить, валить, валить. Спасибо этому дому. Едем к другому. Все уже грузятся. Погода, конечно, мерзкая. Смотрите. Все мокрое. Все, спасибо вам, я был уныця. Мы едем домой. Одна из первых остановок. Я не знаю, конечно, где мы находимся, но здесь все еще разговаривают на западном, украинском языке. Западным акцентом. Пьем кофеечек. И едем дальше. Приехали. Тори, Амур. Мы приехали. Да, это мы. Тори, 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 Амур. Так, ребята, встретимся, когда буду трошкой посветлее, потому что на улице еще ночь. Ребята, мы дома. Выхожу с вами на связь буквально сразу, как только проснулась. Как вы видите, сегодня на календаре 6 января. Приехали мы примерно в 6 утра. Поспали немного, потому что дорога, конечно, выматывает ужас. Денис подремал буквально пару часиков и уже уехал по всяким делам, потому что делал полно. Я встала где-то в 11. Хоть поспала в горизонтальном положении за последние сутки пару часиков. Вот сижу такая, какая я есть сейчас. Очень много дел. Нужно разобрать сумки, перестирать все эти вещи. Я всегда, когда мы откуда-то приезжаем, там, с морей даже особенно, потому что все соленое. Здесь, в Скорпат, все как минимум где-то какая-то грязь, которая не отстиралась там вот так вот руками в раковине. Нужно все перестирать. Нужно себя привести в порядок, потому что на голове у меня какая-то вообще непонятное что. Я сейчас хочу сделать и маску перед мытьем. Помыть все хорошо, отмыться, так сказать. Потом еще сделать кучу масок. Короче, волосы у меня как-то пострадали больше всего. Видимо, вода мне не подошла. Или нужно было с собой брать целую кучу средств. Просто я не думала брать с собой, знаете, там миллион масок, каких-то бальзамов. Но едем, блин, ну на 5 дней, на неделю мы едем. Зачем это все делать? А, ну, конечно, волосы ужас какие. Так что, главное, что мы дома. Кто переживал, не переживайте. Спасибо всем большое, что смотрели все мои влоги. Что порадовались за меня, за мой отдых. Писали много хороших комментариев, как и в Инстаграм, так и здесь. Мне очень приятно. Я старалась для вас показать, возможно, что-нибудь новенькое. Кто не был, например, в Карпатах, тому, возможно, интересно было. Я уже заикаюсь. Я уже все. Возможно, вам интересно было на это посмотреть моими глазами. Хочу сказать вам всем спасибо. Если вам понравился этот влог, то ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующий влог. Красная кнопка подписаться под этим видео. И всего вам самого хорошего. С Новым Годом и Рождеством. Ребята, всем привет. На заднем фоне Дуся загребая какашкой. В кофе снова плавая шерсть. А це означає, що я дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова